Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про новинку от украинского бренда NECO велосипедный фонарь в алюминиевом корпусе на 750 люмен по очень сладкой цене. Давайте рассмотрим характеристики детальнее. Производитель заявляет внутри два LED светодиода Cree XPG. Учитывая, что фонарь сделан в Китае, неудивительно, что используются именно эти диоды. Они себя хорошо зарекомендовали и в других фонарях. Чтобы включить фару, нужно нажать и подержать единственную кнопку сверху на корпусе. Режимов работы всего 8. 4 постоянного света и 4 мигающие. Эко-режим светит на 25% мощности, далее 50%, 75% и максимальный режим на всю катушку. Чтобы переключиться в режим мигания, нужно быстро нажать два раза на кнопку. Первый режим медленного мигания в экономном режиме, далее в среднем и максимальным режимом мощности. Также есть и последний режим мигания на средней мощности, который способен вызвать приступ эпилепсии у встречных велосипедистов или других участников дорожного движения. Внешний вид уж очень напоминает фонари Lezyne. Видно, кем вдохновлялись. Линза и задняя часть – пластик. Возможно, если фонарь упадет на что-то твердое, линза треснет. Сзади порт microUSB для зарядки закрывается резиновой заглушкой. Заявленное время зарядки – 10 часов, что очень долго. Внутри два аккумулятора 18650, общий объем которых 4000 мАч. По моим подсчетам, зарядкой на 2 А фара должна зарядиться меньше, чем за 3 часа. Плюсом является работа, когда фонарь заряжается от пауэрбэнка. Кнопка имеет индикацию. Медленно пульсирует, идет зарядка, светится, зарядка завершена. Мигание означает низкий уровень заряда и пора заряжаться. Подытожив, можно смело порекомендовать фару всем райдерам. Те, кто ездит на дальние расстояния, оценят работу от пауэрбэнка. Ну и, конечно же, цена в 28 долларов полностью оправдана. И вряд ли можно найти что-то еще. На этом у меня все. Надеюсь, обзор был вам полезен. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok